На дорогах появились новые машины неотложной помощи, легковые. На них работают бригады врачей-специалистов, которые выезжают на вызовы в особо сложных случаях, на помощь врачам-скорой. Первые бригады заработали в первый же день Нового года, рассказывает Анастасия Дьяконова. Анастезиолог-реаниматолог Валдес в профессии уже 10 лет. С декабря с коллегой, фельдшером Янисом, они отправляются на вызовы в новой машине, легковой, но оборудованный всем необходимым, чтобы вернуть человека к жизни. А случаи бывают самые сложные. Это тяжелые травмы, клиническая смерть, случаи, когда пострадали дети, или ситуация, когда нужна не только специфическая техника, но и консультация врача-специалиста. Обычно такую специализированную бригаду вызывают врачи скорой помощи. Бывают, выезжают вместе. Когда ясно, случай тяжелый. Так, недавно эта бригада спасала мужчину с ожогами 60% тела. Оборудование внутри машины самое новое. Аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, все для регенерации кожи после ожогов уже во время транспортировки пострадавшего в больницу. Особенная гордость врачей — аппарат для массажа сердца. Этот аппарат помогает и нам самим. Был один случай, когда мне стало плохо во время долгого массажа сердца в жаркий день. Просто силой и стякли пришлось вызывать на помощь другую бригаду. В легковой машине могут ехать только врачи. Пациенты перевозят на обычной машине скорой. Но есть одна проблема. Водители автомобиля не знают, что в связке могут ехать две машины скорых. Одна за другой. Услышав сирену, одну машину пропускают, а второй загораживают путь. Покупка вот таких специализированных автомобилей обошлась в 337 тысяч евро. Большая часть средств из европейских фондов. Всего же было куплено шесть автомобилей. Три из них в Риге и три в регионах. Эта бригада специалистов обслуживает Земгольский регион. Несмотря на, казалось бы, большой регион, в скорой помощи говорят, пока одной такой бригады вполне достаточно. Анастасия Дьякнова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.